Вот так вот вся обои отходят через воды, сыро. С первыми холодами возвращаются старые проблемы. Вениамин Иванович рассказывает, он живет в этой квартире уже больше 50 лет, и в последние годы дом рассыпается буквально на глазах. Специалисты стороной обходят канализацию и подвал – самые уязвимые места старых зданий. С включением отопления весь пар несет в квартиру, из-за этого со стен начинают буквально сползать обои. Дожили из-за того, что у нас полностью сгнила вся канализация. Если посмотреть эту канализацию, здесь у нас не залезешь, потому что у нас полы лежат на стульчиках. Если, как говорится, чтобы залезть туда, нужно убирать пол. Если убрать пол, у нас упадут стены. Так что по ремонту, как говорится, наш дом не подлежит. Стульчики – это опоры под полом, на которых держатся стены. Через них к трубам подбираться просто опасно. Они могут не выдержать вмешательства и рухнуть. Подступить к канализации нельзя и со стороны подвала. Он не первый год затоплен, и приводить его в порядок никто не собирается. Внизу постоянно канализация топит. Запах невозможно зайти. У нас наверху топит горячей водой, потому что отопление идет. Внизу топит холодной водой, потому что у нас трубы идут, не вывели, чтобы сделать на улице. Их топит снизу. Вот соседи в 12-й квартире, они меняли полы, потому что сырость, все это гниет. От ветхости дома страдают жители первого и второго этажа. Одни от запаха канализации и вечной сырости, вторые от плесени на потолке. То, что дому требуется ремонт, видно невооруженным глазом. Мы в департамент обращались, мы обращались к депутатам, обращались к стройнадзор, но везде кругом отписки. А сегодня звонила наша управляющая компания, не управляющая, а обслуживающая компания. Они сказали, что нужно копать траншею. Но для того, чтобы ее выкопать, на воду откачивать, нужно денежки. Денег, как и силу, жителей нет, но проблема остается и усугубляется с каждым днем. Когда на нее обратит внимание и исправит кто-либо из инстанций, сказать сложно. Антон Дишаков, Павел Пателицын, Алексей Гусев, Енисей, Новости.